Всем привет! Это мини уроки от группы ZBATSA. Итак, сегодня мы с вами поговорим про отмену действий, или так называемую стори шагов отмены. Когда вам нужно исправить ошибку или вы что-то передумали в своем проекте, то как и в других графических пакетах, у вас есть возможность откопить действия назад. Стандартно в программе ZBrush установлено максимальное количество отменных действий в 10 тысяч шагов. Это то число ваших действий, которые программа записывает. Для более удобной навигации по вашим шагам, вверху рабочего поля у вас есть селектор отмены, который находится вверху вашей рабочей области. Меню, отвечающее за отмену ваших действий, находится вкладка Edit, давайте сами ее откроем, и вкладка Tool. Тут вы найдете следующие кнопки. Энду. Эта кнопка отвечает за переход на один шаг назад, соответствует горячей клавишей Ctrl D. Давайте с вами перейдем. Переходит на один шаг назад. Следующая кнопка Read. Эта кнопка отвечает за переход на один шаг вперед. Следующий у вас слайдер Endo Center. Этот слайдер дублирует селектор вашей отмены, только здесь еще вы можете вручную задать переход на нужный вам шаг. Следующая кнопка у вас Delete Endo History. Эта кнопка отвечает за удаление истории вашего sub-tool. Если вы нажмете на эту кнопку, то вся история вашего sub-tool будет удалена. Вернуться у вас не будет возможности. Следующая кнопка у вас Restore Placement. Эта кнопка, если вы ее нажмете, то помимо записи ваших действий, программа будет записывать сразу и расположение вашей камеры в данный момент. Давайте с вами включим эту кнопку и посмотрим. Программа сразу записывает, в какой момент времени находилась камера. Следующая кнопка у вас Story Object Placement to Endo. Эта кнопка отвечает за то, чтобы если вы перешли на нужный шаг и вам не нравится расположение, допустим, вашей камеры, вы можете перейти в нужный вам вид и нажать эту кнопку и ваш вид будет заменен. Настройки, отвечающие за отмену ваших действий, находятся в вкладке Preferences. Давайте с вами откроем. И вкладка Endo History. Здесь вы найдете следующие кнопки. Shop Endo Selector. Эта кнопка отвечает за то, чтобы показывать или скрывать селектор отмены действий. Давайте ее оставим включенной. Следующая кнопка у вас Shop Time Stamp. Если она включена, то у вас в селекторе отмены у вас будет показываться время, когда вы это делали. Если вы ее уберете, то у вас не не будет показываться время и дата вашего действия. Давайте оставим ее включенной. Следующий слайдер у вас Max Endo History. Этот слайдер отвечает за то, какое количество шагов от смены действий. Программа будет записывать. Максимальная 10000. Если у вас слабый компьютер, то вы можете поставить на 4000. Если у вас мощный, то можете оставить ее на 10000. Вам этого хватит. Следующий слайдер у вас Warm When Clicking. Этот слайдер отвечает за то, что выдавать сообщение через сколько шагов, что вы удалите. Допустим, если вы перейдете на больше чем 25 шагов и внесете какое-либо изменение, то вам программа сообщит, что вы перешли на более 25 шагов назад. Если вы делаете это действие, то вся ваша история будет удалена. Это сообщение предупреждает, что вы случайно не удалили важную информацию. Давайте нажмем cancel. Давайте перейдем обратно. Следующая кнопка Enable Saving History. Эта кнопка отвечает за то, чтобы при сохранении вашего проекта, если она у вас включена, то вся ваша история ваших Start Tools будет сохранена в файл. Но если вы включите эту кнопку, то все ваши действия будут записаны, но также у вас будет большой файл большого размера. Следующая кнопка Optimize. Эта кнопка оптимизирует размер вашего файла при сохранении. Следующая кнопка Skip Loading. Если у вас слабый компьютер и вы собираетесь открыть файл, в котором записана история ваших действий, то у вас может тормозить компьютер. Если вы нажмете эту кнопку, то у вас программа будет открывать ваши файлы без истории вашего проекта. То есть она их будет убирать, скрывать. Что еще хочется сказать по поводу истории. Смотрите, у вас на каждый SubTool идет своя история ваших действий. Если вы, допустим, перейдите на другой SubTool, у вас будет история по этому SubTool отдельная. Если вы захотите объединить ваши SubTool, то получается история нижнего SubTool будет удалена. Давайте с вами объединить. Сейчас перейдем на верхний SubTool и нажмем Match Down. Он вам выдает, что эта операция необратима. Нажимаем ОК и все. То есть получается у вас пропадает SubTool. Он объединился с вашим верхним SubTool. И истории нижнего SubTool у вас больше не будет. На этом наш урок закончен. Если у вас есть вопросы, заходите к нам в группу ВКонтакте. Ссылки на группу вы найдете в описании ниже. Спасибо за просмотр. С вами была группа Z-Battle. До свидания.